Власть любит повторять, что преступность не имеет национальности. Тем не менее, с каждым годом в России все больше и больше преступлений совершаются именно приезжими. Сегодня, 30 сентября 2012 года, у метро 1905 года состоялся митинг против этнической преступности. Александр, почему так много преступлений совершается приезжими? Ну, потому что едут всякий сброд, откровенно так сказать, и нельзя всех приезжих под одну гребенку, так сказать, причесывать. Вот если вы обратите внимание, то нет информации о том, что там группа, например, немецких сотрудников какой-нибудь компании поймала какую-нибудь девочку, изнасиловала, наколола наркотиками и убила. А в основном ее сообщение, что это сделали граждане Средней Азии, Китая, Закавказья, потому что нет визового режима. Это основная причина. То есть люди, которые не нашли себя у себя на родине, едут сюда в надежде легкой наживы, не находят ее и пускаются на самые страшные преступления. Если преступника-азербайджанца едут вызволять из тюрьмы представители именно азербайджанской диаспоры, а не, скажем, армянской, получается, сами бандиты подтверждают этническое происхождение уголовника. Так что история с межнациональной толерантностью, скорее всего, фиговый листок для прикрытия миграционной политики Кремля, невзрастившей настоящую византийщину. Вот и выходит, что русский уже даже не национальность, а какое-то прилагательное, назовешь себя русским, чуть ли не в фашизме обвинят. Застолбили мою Россию, очень русскую, очень Русь, беспощадной рукой по сине белый столб закатали в грусть. Но века ты бедой отмечена, чистота из твоих морщин беспощадным победным вечером превращается в сизый дым. Русь, душа земли коноплянная, ты под ноги легла тропой, небезвестная, небезымянная, ты прижалась ко мне щекой. Стало очень тяжело жить в Москве, вот и все, и это все знают. А почему это происходит? Потому что такая политика принята сверху, политика того, чтобы в нам пускали людей и брали чужую рабочую силу. Хотя в Москве масса безработных семей, многодетные семьи не поддерживаются. Каждый гражданин России должен помнить о том, что если преступность будет и дальше расти, то следующей жертвой он может быть тоже. В любом случае, какая разница, кто тебя убил? Таджик, туркмен, кавказец или русский? Тем не менее, миграционная политика государства должна быть выстроена иначе. Так считают митингующие. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.